Мюнхенская конференция по безопасности В ней впервые с 2007 года принял участие президент Молдовы Впрочем, как оказалось, и восточное направление не осталось без внимания Особенно после обнародованных МИДом пожеланий отозвать посла Молдовы в России И ответы президента Дадона, априори отказавшегося это делать Словом, нам есть что обсуждать Вы смотрите Полюс Здравствуйте Я с удовольствием представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса Аурел Чакой, советник президента по внешней политике У вас премьера в нашей программе Да, спасибо вам за это Спасибо, что пришли Корнелию Чуре, политолог, и вам здравствуйте Добрый вечер Валерий Демидецкий, глава бюро ТАСС в Республике Молдовы Вам добрый вечер Добрый вечер Ну что ж, давайте начнем с Мюнхена Вообще, мне кажется, что вы не станете спорить, что эта конференция в этом году была особенно важна Потому что были сделаны не просто какие-то заявления, были сделаны важные выводы Ну чего стоит, например, о противоречиях между Соединенных Штатами Америки и Европейским Союзом Да, очень многие политологи об этом писали Ну вот если мы коснемся Молдовы Которая вот впервые, значит, президент, да, участвовал с 2007 года Вот что донес Игорь Николаевич на этой конференции? Вы участвовали в составе делегации, господин Чукой Ну, начнем с того, что наша республика на политической карте мира довольно-таки небольшая страна Соответственно, логически выводим, что республика Молдова совсем не на первых полосах новостных лент мирового сообщества Соответственно, Мюхенская конференция, как одно из главных событий неофициальных мировой политики Где собираются более несколько сот ведущих политических лидеров со всего мира Это является платформой дискуссионной, где люди встречаются в неформальной обстановке обсудить какие-то проблемы Может быть, возможно, достигнуть какие-то неформальные договоренности По которым в последующем будут работать уже МИДы, либо Министерство обороны Если это речь идет о вопросах безопасности и так далее, и так прочее Так, в данном случае президент Игорь Дадун воспользовался этой возможностью Воспользовался приглашением участвовать на 55-й конференции Мюхенской по безопасности Для того, чтобы обсудить с международными экспертами так называемый большой пакет по республике Молдова Это удалось обсудить в небольшом формате, потому что вы можете представить Мюхенская конференция имеет сотни параллельных действий, помимо того, что происходит в главном зале И вот мы воспользовались этой возможностью, любезно предоставленной организаторами Отмечу, это не идея наша, это была предложена организаторами Мюхенской конференции Чтобы президент лично довел до сведения интересующихся экспертов по республике Молдова В чем состоит так называемый большой пакет по Молдове Концепт президента по дальнейшему развитию республики Молдова И возможного урегулирования преднестровского конфликта Благодарю вас, очень подробный был такой вот ответ Мы не поняли, в чем же состоит большой пакет Вы знаете, по-моему, об этом много раз говорилось И или, да, вот разница Говорилось, но мы не знаем в принципе конкретно По-моему, даже есть параброшюра издана, я вам подарю Господин Чуря, да, он просто хочет, чтобы конкретно для него сказали Если можно, я конкретно господину Чуря Для господина Чуря, поясните Большой пакет, это концепция, которая была разработана в президентуре республики Молдова И которая не будет сделана публичной до окончания выборов Чтобы избежать любых политических спекуляций по этому документу Потому что президент, насколько я предполагаю, вы знаете, не участвует в выборах Соответственно, любой документ, который нужно вывести на публичное обсуждение Должен быть сделан только после того, как закончатся эти турбулентные времена Предвыборные и непосредственно после 24 февраля Соответственно, мы можем в принципах, в общих чертах обсуждать идеи этого пакета Но непосредственно пакет уже после выборов Мне кажется, я возьму на себя труд Потому что и в какие-то моменты я могу сказать, что господин Чукой даже не будет со мной спорить Потому что когда в спецвыпуске полиса участвовал президент Он, в принципе, что сказал? Что самое главное нужно знать про этот большой пакет Основная идея заключается в том, что мы не должны дружить против кого-то с кем-то То есть у нас концепция ИИ То есть мы должны дружить и с Западом, и с Востоком Я правильно говорю, господин Чукой? Да, но это только один Это один из элементов И при нейтралитете Вот, очень важный момент При этом сохраняется наш нейтральный статус И углубляется И углубляется Спасибо Совершенно правильно Господин Демдетский Вас вот сейчас вот такой диалог интересный Вы так улыбались Мне кажется, что вы хотите сказать, что вы не удивлены Тем, что у нас так вот в обществе обсуждают эти вопросы в последнее время Я хочу сказать, поскорее бы кончились эти выборы Чтобы мы узнали, наконец-то, про что большой пакет Нет, нет, нет Чтобы мы уже, у нас уже прекратилось это вакханалии А знаете, вот с этой борьбой Я просто о чем хочу сказать Я хочу сказать о тех фейковых новостях, которые появились О том, что якобы господина Додона не пустили на Мюнхенскую конференцию Потом в выступлении, по-моему, было заявление даже из коридора власти О том, что он не представляет позицию Молдавы Да, при чем до того как еще? Я согласен с господином Советником О том, что мы действительно маленькая страна И как представитель одного из крупнейших мировых агентств Скажу, что новости Не помню случай, чтобы новости из Молдавии Обрушили мировые финансовые биржи Знаете, вот Поэтому, когда нас приглашают действительно на такие форумы Мы должны демонстрировать Ну, какое-то уважение к нашей стране И не делать вот таких опрометчивых шагов Где над нами могут даже посмеяться Некрасиво это было Почему? Потому что действительно это приглашение Туда не напрашивается никто Туда действительно приглашают Когда приглашают, когда к проблеме, которую может выразить этот Как бы человек Интересует же, начинает интересовать мировое сообщество Понимаете? Действительно интерес к этому есть И к Проднестровскому урегулированию И к тому, что происходит в Молдавии Мировой интерес есть Мы можем только воспользоваться этим интересом Для решения своих проблем Почему? Потому что Зачастую бывает в мире так Что большие игроки решают свои проблемы Без учетом маленьких игроков И маленькие игроки должны быть готовы Если наступает такой момент Чтобы вы ставите свою повестку И попытаться добиться Учета своих интересов Прорешения этой проблемы А это можно сделать только через такие трибуны И это можно сделать только согласоваться И использовать неформальную платформу И неформальную платформу И хотя бы молчать А не кричать Ну, я хочу сказать уже как профессиональный дипломат Потому что, слава богу, уже почти 25 лет работаю В дипломатической службе Республики Молдова В том, что касается участия президента На данной конференции В 2019 году А я, поверьте, участвую в этих конференциях Меховских конференциях по безопасности 2007 года Так Я не припоминаю Других случаев Когда правительство Власть В открытую, письменно Выступает против Участия президента Той же страны На такой платформе А в Мюнхене об этом знали вообще как-то Что у нас вот такое происходит? Ну, вы знаете Я не буду называть страну Но ко мне просидели мои друзья Когда еще работал послом Молдавии в Германии И как бы не значаясь спрашивали Слушайте, господин посол А это правда, что наше посольство в Берлине Никак не содействовало Визиту президента в Мюнхене То есть чужие послы Уже в курсе того, что происходит Это интересно Я еще один момент маленький хочу добавить Понимаете, дело в том, что Дипломаты породы деятельности своей Никогда стараются никогда не хлопать дверью По той простой причине, что дипломаты знают В отличие от политиков Знают, что дверь когда придется открывать Понимаете Дипломаты всегда оставляют Какой-то хоть маленький путь Для того, чтобы решать проблему Понимаете К сожалению, я уверен, что Многие наши дипломаты Из уважения к бывшим коллегам Господина Чакоя Не хотели бы делать то, что делается сейчас В истории с нашими пилотами В истории с Мюнхенской конференцией Они понимают, что Понимаете, все равно Воленс-ноленс Придется говорить на эти темы Ездить и так далее Мы с этим столкнулись В истории с нашими пилотами Когда, ну помните, эта серия Недружественных антироссийских шагов Привела к тому, что Вот мы выразили удивление, что Нас там не так приняли в Москве Но надо будет при этом вспоминать А как принимать Кишиневском Я бы не стала говорить нас Потому что все-таки есть Нет, ну я хочу напомнить, что Как принимаем мы здесь Кишиневскому аэропорту Тоже, так сказать, своих коллег из России Зачастую Об этом надо помнить Которые ездят зачастую в Тирасполе Там участвуют Ничего Когда мы сидим с Тирасполем За одним столом переговоров И туда ездят и американский посол И европейские дипломаты И все-все туда ездят Это не запрещено ездить Понимаете Главное, чтобы Если они туда приехали И сделали какое-то заявление Вот против республики Молдова Против целостности Другой вопрос Это зачастую происходит Нет, если это было сделано Да Но когда человек приезжает Прочитать какую-то лекцию О какой-то там войне Не знаю, 19 века И его просто с аэропорта выбрасывают И, между прочим, выбрасывали Очень людей таких, знаете Нейтральных, либеральных Валерий, если вы позволите Я вас сейчас перебью Потому что я по пилотам И по этой ситуации Вернее, с пилотами Я хотела бы поговорить более детально И вопросы задавать все более конкретно Чтобы мы сейчас не ограничивались этим Я верну вас все-таки к Мюнхину Но я хочу добавить Что вот эти Демарши Правительства И Министерства национальных дел В адрес Мюнхенской Организаторов Мюнхенской конференции По безопасности Они сыграли Абсолютно обратную роль То есть, наоборот, интерес вызвали Вы хотите сказать? То есть, наоборот Вызвали интерес К фигуре президента Вызвали интерес К тем Дебатам Которые были организованы Мюнхенской конференции По Молдавии Так что Мне ничего не остается Просто как поблагодарить Сердечно моих коллег Из Министерства национальных дел За то письмо Которое они отослали В Мюнхен А еще политики Которые должны понимать Что жизнь кончается не выборами Знаете? После выборов тоже будет жизнь Это многие говорят Но как опыт показывает Об этом мало кто помнит Корнелю Вот давайте с вами посмотрим На ситуацию Вашими глазами То есть, вы Как бы Должны два момента На мой взгляд Прокомментировать Смотрите Первое Это то, что до еще Поездки президента Появилась информация От нашего МИДа Что не представляет позицию Официальную Президент Республики Молдова На этой конференции Вы знаете эту информацию Очень простой вопрос Сейчас к вам Хорошо Власть вот так считает А какую позицию Вообще разделяет власть? Вот смотрите Президентское видение Концепции внешней политики Они заранее сказали Мы даже обсуждать не хотим Мы видеть даже не хотим Так? То есть не обсуждаем мы Скажите пожалуйста А по какой концепции Живем мы Вам тоже я могу дать Очень простой ответ На ваш очень простой вопрос Было высказано Что месседж Молдовы За Молдову Или Пентру Молдова Вот исходя из этого месседжа И вытекают все остальные Пункты Или видение внешней политики Нашего государства И того правительства Которое сегодня существует В самом деле Существует определенный разрыв Между позицией президента Который все-таки не может ее превратить Эту позицию Пока не может В официальную Ну не то чтобы в официальную позицию Но в позицию государства Которое продвигается Всеми силами С другой стороны существует Официальная позиция МИДа Правительства Парламента Которые отличаются По определенным пунктам Но здесь мы уже должны вдаваться в нюансы Естественно позиция Нет я понимаю про нюансы Простите Я нюансы как раздаваться не хочу Я просто скажу Что несмотря на сложности Определенные На западном направлении Позиция правительства Остается строго прозападной В то время как президент Несмотря на то что он В последнее время заявляет О своей Скажем так Рассудительном отношении К соглашению об ассоциации И так далее У него явно пророссийская позиция Это размежевание Остается И от него никуда не уйдешь Возможно я прошу прощения Это уже передергивание фактов Почему? Президент совсем не однозначно Пророссийский Нет в своих высказываниях естественно Но все понимают что за этим скрываются Президент Ведь его дискурс Президент Отличается от Президент Отдозначно Про Молдаву Молдова И позволю себе вам напомнить Что Демпартия просто переняла Этот слоган У партии социалистов Ну пожалуйста Если вы на этом настаиваете То вы можете Дальше говорить Я могу вам подтвердить Фактически Я просто говорю вам Что про Молдову Второе что я хотел вам Напомнить Прочтите пожалуйста Еще раз конституцию В конституции Республики Молдова Черным по белому Написано Что президент государства Официально Представляет На международном уровне Страну под названием Республика Молдова Скажите пожалуйста Молдова является членом Евразийского союза или нет? Я 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 Наблюдателем Евразийского экономического союза А это было сделано по всем процедурам или? Все процедуры были выполнены Насколько я знаю Все процедуры выполнены И парламент тоже поддержал А для статуса наблюдателя не нужен Вот для полномочного члена Любой страны в какой-то Организации В какой-то региональной международной организации Нужно подтверждение парламента Тогда скажите мне пожалуйста То что парламент и правительство Не согласны с этим статусом И не признают этот статус Это является официальной позицией Молдовой или нет? Вот это вопрос В чем состоит официальная позиция Молдовы? Вот я именно про это и говорю Я прошу прощения Валерий Секундочку Я хочу чтобы меня поняли Сейчас просто что я Хочу услышать от господина Чуря Может быть от вас Но я не знаю Вот смотрите Каждая страна Она живет по какой-то Внешнеполитической Не знаю Доктрине Концепция есть Ну вот смотрите Вот господин Чуря У Соединенных Штатов У них что? Америка прежде всего Я права? Вот живут они себе Да Нет В нынешней администрации В нынешней администрации Они живут Вот я сейчас Конкретно Конкретно Нему надо верить Вот президент Вот у него Документы А какой документ Документы у нас имеют Иногда статус законов Иногда постановления И других вещей Скажите пожалуйста Как вы понимаете Почему у нас до сих пор Нет концепции Внешней политики Нет Я не соглашусь Вы тоже Внешней политике есть Она у нас довольно Такие старенькие С какого года С кончику? 95-го Я вас поправлю Я вас поправлю 95-й год Документ номер 368 дробь 1995 Слава богу Уже есть Несколько лет После 95-го года Да Немножечко И я так предполагаю Что мир чуть-чуть Даже изменился С тех времен Правда? А почему это не предполагают В нашем МИГе Например И правительство Давайте вы мне Слишком много вопросов Все задаете Но я никак не могу ответить Ответ прост И в принципе Можно ответить Вопросом на вопрос А почему до сих пор Не приняли Другую концепцию Потому что Принимать новую концепцию Нелегко Для маленькой страны У которых много И врагов И непонятно кто Друзья Поэтому Не обязательно Жить по Закону Секундочку Пусть закончит Господин Чурян То есть по закону Надо жить Но жить по Концепции Внешней политики Совсем не обязательно Господин Секундочку Я вопрос переформулирую Очень важно Чтобы вы Правильно Нет Господин Чукова Секундочку Вы сейчас Я просто не могу понять Маленькие страны Концепции Очень часто Я хочу Вы просить Господина Чуря Назвать мне Дать пример Кто Какие страны Являются врагами Республики Молодой А я как раз Этого и не хочу Говорить Потому что Вы только что Сказали Что есть враги Непонятно кто Друзья Вот назовите мне Дайте мне одну страну Которую Вы зацепили Вы зацепили за слово Враг Я думаю Они есть Но их называть Как раз Именно поэтому У нас нету Концепции Чтобы не называть Врага врагом И это является Я сейчас зацепилась За другое То что вы говорите Что это очень Трудоемкий процесс И вот эта власть С 2009 года До сих пор Не взяла на себя Труд И этот трудоемкий процесс Написать то Что они хотят А хотят они Все время говорить Про евроинтеграцию Вы же понимаете Что это был наш Основ Я вижу Вы очень хорошо В этом вопросе Разбираетесь Спасибо большое За комплимент Я бы была готова И вот господин Демидетский Даже мне бы помог Я думаю Если бы я его попросила Но сейчас он хочет сказать Что он думает На мой взгляд У Молдовы нет Внешних врагов По той простой причине Что при днестровском Урагировании Все внешние партнеры Крупнейшие Которые участвуют Исходят из принципа Техгеральной целостности Республики Молдова Иных мнений я не слышал В международно признанных границах Абсолютно верно Вот У Молдовы есть Два больших врага По которым сказал Высоцкий Жадность и глупость Наших политиков Понимаете Которые могут действительно Довести страну До разруки В моем понимании План Приднестровского урегулирования Которого вы говорили Они все практически Ну знаете Небольшие отличия У них есть Если Приднестровье Как бы не было Подавлено В военном отношении С ним надо договариваться И план будет прорисовываться Что будет с Приднестровьем За столом переговоров С Приднестровьем С участием международных партнеров Которым мы должны быть готовы Против Рошения Приднестровской проблемы Ни Россия Ни США Ни Европа Они может конкурировать Кто там больше будет играть Большую роль Это другой вопрос Против решения Приднестровской проблемы Тех кто не хочет Молдавской государственности Вот тех кто не хочет Чтобы Молдавия существовала Как признанное Международное государство То есть Те и будут тормозить Потому что это единственный шанс Развалить эту страну Да И Ее слить Вы знаете В какую сторону Никто из нас Их соседей не говорил Кроме Румынии Что он хочет обедниться с нами Вы знаете Вот По этой простой причине Что я Вот эти вот все Сколько было планов Приднестровского урегулирования И сколько у нас Почему-то было споров А чей это план Это российский Это ОБСЕ Я хочу сказать Что план федерализации Был планом ОБСЕ Об этом многие забыли Почему-то потом Его прописали Козаку Понимаете А продолжил я его ОБСЕ Ну нет Это разные планы были Ну Это разные планы Но федерализация Первой сказали ОБСЕ Первый раз да И американцы тоже Говорили в 2001 году Я помню знаменитое Письмо Союза писателей Которая американцам Заявила о том Что Извините меня Вы замучили индейцев И теперь нам указываете На федерализацию Было весело Понимаете Поэтому Или мы будем заниматься Реальной политикой И все вместе Или мы будем заниматься Придверными шоу Вы знаете К сожалению Внешняя политика И это у нас Наши политики Никак не могут это понять Внешняя политика Любого государства Является Производной От внутренней политики Без согласованности И без совместной работы Внутри страны Не может быть Полноценной Серьезной Внешней политики Вы посмотрите Как трясет сейчас Молдавию По внешнему направлению Во всех столицах Дипломаты Политики Не могут понять Что происходит у нас И никто Внятно не может Объяснить Господин Чикой Но все-таки Поясните мне Я понимаю Что-то был не ответ То, что мне Посоветовал Господин Чуря Вам Вы хотите Вы хотите Вы пишите Можно я тогда Вам отвечу Да, пожалуйста Давайте Значит Господин Чикой Об этом уже говорил Внешняя политика Концепции Внешних политик Больших стран Очень четко указывает Кто друг Кто враг Зачастую И американцы В своих концепциях В последнее время Говорят Что вот Россия Китай Становятся нашими Соперниками Не врагами Но соперниками И с ними Мы будем Как-то Работать с ними Работать В смысле Противодействовать А Молдова В принципе Не может себе Такое позволить Потому что Молдова Маленькая страна Поэтому мы Осторожны И мы предпочитаем Не иметь Концепции Внешней политики До определенного момента Чтобы не вызывать Раздражение Сильных мира Несмотря на то Что некоторые Из них Ведут По отношению К нам Недружелюбно Вот видите Какой интересный Ответ От господина Чурик Вот Потому что Не хотим Вот мы писать Мы не хотим Чтобы вы видели С кем хотим Дружить С кем не хотим Это философа Называют Схоластикой Ну Конечно Господин Чурик Имеет право Иметь свое мнение По этому вопросу Но Как дипломат Я могу подтвердить Что Внешняя политика Без современной Концепции Внешней политики Не может Работать Полноценно Первое Второе Давайте Назовем Вещи Своими именами Молдавия К сожалению К великому Сожалению Не является На данный момент Еще Субъектом Международного Права Мы Еще Являемся Объектом То есть Мы не в том положении Когда мы Можем Что-то Серьезно Решить На Внешнем Мы являемся Объектом Международной Политики Но субъектом Международного Права Мы являемся Мы являемся Страной Которая Являемся Членом ООН Объектом Международной Политики За нас Решают Большие Игроки И вот Наша Задача Сделать Так Чтобы Внутренне Мы Наконец Достигли Мира Наша Задача Чтобы После Выборов Даст Бог Политики Наконец-то Сядут И договорятся Между Собой И Наконец Слоган Для Молдовы Начнет Работать Потому что Только в этом Случае Когда Есть Какое-то Идейное Объединение Внутри Страны Мы Можем Начинать Говорить О чем-то Серьезном По Внешней Политике Республики Молдова До тех пор Пока Внутренне Мы не Достигнем Никакого Консенсуса Включая Вопрос Приднестровского Урегулирования Включая Сбалансированные Внешние Политики Включая Укрепление Статуса Нейтральности Республики Молдова Извините Все эти Пункты Они Не смогут Быть реализованы Если не будет Внутреннего Консенсуса Да Я попытаюсь Попросить Объяснить Немножко проще По-журналистски Знаете За 200 лет Существования Американского Государства Они ни разу Не воевали С Россией Но Боже Храни те страны Которые воевали За их интересы Начиная с Вьетнама И кончая Афганистаном Они были разрушены С которых были Освобождены Наши летчики А насчет Приднестровского Урегулирования Я хочу вам сказать Что меня очень удивляет Что есть такие Противоречия Между нашими политиками В то время Как противоречия Между теми Кто контролирует Власть И бизнес И в Тираспеле И в Кишиневе Никаких противоречий нет И вы знаете Великолепно Об этом Прекрасно идет И бизнес И по электричеству И по металлам И по другим По другим многим вопросам И он находится Очень хорошо Общий язык За 20 лет Вот существования И описывания Этой проблемы Я никак не могу понять А что мешает Еще и подключить К этому Простых людей Чтобы они от этого Не страдали От этого разделения Я всегда задавал вопрос А что мешает Они говорят Ну ты хочешь прямо Вот есть интерес к нам А я скажу вам Есть такой вот знаете Шкурный маленький А что мешает России и Украине Помириться А что мешает России и Америке Помириться Интересы Интересы Есть интересы Если позвольте Я к Молдове Господин Чуря Вот смотрите Вы говорите Что не нужно нам Писать Вот такой маленькой стране Ну в принципе Может быть Ну вот так говорится Да Нужно написать Но это был документ Не очень внятный Потому что Раньше у нас была Более или менее Внятная политика По европейской интеграции Я считаю Что власть в состоянии Внятно написать Как она видит Внешнюю политику Понимаете Той страны Да В руководстве В которой находятся Ее люди Вот поэтому я вам И посоветовал помочь Я не вижу Как они могут Внятно написать Хорошо Но если вы так думаете Попробуйте и напишите Хорошо Непременно Я послушаюсь Вашего совета Но то что происходит На самом деле В отношениях Молдовы С миром Знаете Ни для кого Не секрет Пусть мы это Не писали Но в принципе Все ведь знают Для кого Значит У молдавской коалиции Кто враг А кто друг Вот сегодня Например Я читаю новость Что Министерство Иностранных дел Уведомило Несколько Международных Организаций О недопустимых Действиях Российской Федерации В случае С двумя Молдавскими Пилотами То есть мы Обратились И в ООО И в Совет Европы И в Эмнести Интернешнл Да Какая у нас претензия Значит В этой ноте Что написано Задержки Со стороны Российских Властей В обеспечении Доступа Молдавской Делегации К пилотам Вот Вся претензия Я хочу Понять Вот Что этим Пытается Добиться Наш МИД И наша власть Ну наверное Продолжение Вот чего Того что случилось Сразу после того После того Как эта беда Случилась с летчиками Я хочу вам напомнить Сразу когда стало известно О захвате двух летчиков Что о том Что они попали в плен И убийство третьего К публике вышел Целый вице-премьер Правительства Молдовы Господин Борега И сказал Что наши Американские партнеры По контракту С которыми Работали наши пилоты А также наши Румынские партнеры Займутся этой проблемой После этого Было три года С половиной молчания И до сих пор Я тоже не слышу Ни от американских партнеров Ни от румынских партнеров О том Ну как освобождили летчиков Да Это интересно конечно С другой стороны Вы знаете Я немножко так Хорошо знаю ситуацию В Афганистане Потому что мои друзья Сабкоры Таджикистаны Которые ездят туда Как мы Придестровье примерно Вот Ну они рассказывали мне О том Что там происходит И как там было И все После 20 лет Так сказать Установления там Демократии Процветания Американцы туда уходят Там остаются талибы Которые их там и встретили Когда они пришли туда Сейчас есть Международная конференция В Москве Куда приехали талибы И так сказать Вы знаете Зачастую Мы не знаем того И наверное Господин Чакой Меня поддержит Что на самом деле Стоит за какими-то Международными решениями Понимаете Вот одно дело То что публикуется А другое дело Это когда собирается Узкий круг грошальщиков Вот допустим Как начиналось Американское вторжение В Афганистан Почему оно начиналось Да Как упрашивали Упрашивали россиян В нем участвовать И россияне Таки действительно Приняли участие Потому что они помогли Узбекам и таджикам Так сказать Взять Кабул Вооружили их И так далее Потому что американцы Не хотели участвовать В наземной операции Сейчас американцы Наступили на ту же Так сказать В лужу Которую наступил Советский Союз До него Британская империя В Афганистане Вопрос был Если позволите Валерий Вопрос был Почему наши Жалуются Чего мы хотим Этой жалобой Собственно добиться Жалобы Мы ничего не хотим Расшить Понимаете Зачем тогда мы это делаем Это просто Продолжение того Чтобы Я бы сказал Это очень просто Угодить Кому-то Зачем мы выслали Трех дипломатов У вас даже есть версия Кому Зачем мы выслали Трех дипломатов Вместо одного Когда нами смеялись Даже румыны Вы знаете Я наверное жестко Прокомментирую Кое-что Я Помню очень хорошо Всю нашу внешнюю политику С тех пор Как я начал работать В министерстве Тогда Иностранных дел Потом уже стала И европейская интеграция Всегда Наша внешнеполитическая служба И молдавские правительства Пытались решать Все сложные вопросы Чужими руками Это касается И Приднестровского регулирования Кстати И вот это заявление Медеи Оно как раз В этом ключе Да То есть это крик в пустыню Помогите А помогать в чем Извините меня пожалуйста Когда целый Генеральный секретарь Медеи Отправляется Последним рейсом Срочно В Москву И Навстречу В Кишинев Другим самолетом Летит посол Чрезвычайной полномоченной Республики Молдова В Российской Федерации О каких Успешных шагах Могла идти речь Этой молдавской делегации Которая вылетела в Москву Без посла Где логика Я не знаю Вообще Господин посол Можно объяснить Телезрителям нашим И мне Я не знаю В курсе ли И вашей коллеге Как это делается То есть Вот если я например Я чиновник Я хочу вылететь В Российскую Федерацию Для того чтобы встретиться Там Вот с нашими гражданами Которые попали в эту ситуацию Я должна просто сесть на самолет Приехать и сказать Вот я красивая прилетела Нет Вы как официальное Что сделать Вы как официальное лицо правительства Вы обязаны уведомить Об этом посла Так Первое Посол в свою очередь Потому что он является Главной фигурой Он представляет Правительство Президента Он представляет Вообще Республику Молдова Не какой-то там Временный Поверенный Который принимает Эти дела В отсутствие посла А сам непосредственно посол Поэтому Без посла То есть Этого сделано не было Насколько я понимаю Нет Посла отозвали Как бы для консультации В Кишинев И одновременно Туда срочно Выслали вот эту делегацию То есть Чтобы они сами Очевидно ходили по Москве И пытались Как-то что-то найти Какие-то И естественно Без посла Их никто Серьезно Не воспринимал Так Понятно Господин Чурь Ваш комментарий Мне кажется Это немножко Притянуто Во-первых Во-первых Я думаю Есть Коммуникация Между Министерствами Иностранных дел То есть Общение Должно Постоянно Происходит И необязательно Но она должна быть То есть Вот правильно Должна быть Во-вторых Посол Который Скажем так Больше симпатизирует Позиции президента Мог просто Не согласиться С теми просьбами Которые пошли В МИД И отсюда Возможно Вы меня извините Я был Трижды посол И в Германии И в Китае И короткое время Даже в США Посол Никому Не должен Симпатизировать Посол Симпатизирует Только Республика Я говорю Как политолога Вы мне отвечаете Как посол Я вам скажу Что большинство Наших послов Всегда принадлежали То тому То другому Не знаю Кому вы принадлежали Вы возможно Никому Это есть и такие послы Но есть и политические Назначенцы Конечно И господин Регуша Был все время Он был депутатом От социалистической партии Он на его назначение Настаивал господин Дадон И поэтому Он не всегда Выполнял то Что требовало От него государство И его отозвали Я думаю Нет секундочку Если его отозвал МИД Для консультации То что он мог сказать Знаете уважаемые медиццы Я не поеду Вот так Или как Я не знаю Как это было Ну вот вы предлагаете так А я спрашиваю Как это делается Это делается технически Очень просто Министерство дает команду Послу Приказ Возвращаться в Кишинев Для консультации Так А посол обязан Сесть в самолет И вылететь Ближайшим рейсом Вот так Понимаете Он не мог А может То что министерство Там же много Непонятных Невыясненных моментов Почему И в конце концов Разрешили же Признали нашу делегацию Им разрешили Встретиться с пилотами Но дали им Всего сколько там Десять минут То есть Очевидно Вот это предвзятое Отношение к нам К представителям государства Господин Господин Чуря А вы были там Вы точно уверены Что именно так происходило А вы были там Нет я не был Поэтому я очень А кто сообщил Поэтому я очень осторожно Подхожу к этим Своеобразным Новостям Вы сначала проинформируете Скажите Как был А потом уже будем Корнел Я говорю о том Что видел Корнел Вот и господина Чако И господину Корнеллу То видео Которое было показано По телевидению Общение пилотов С нашими мидовцами Соответствует заявлению Мидей Тону И так сказать И заявлению Которое Вы отвечаете на ваши вопросы Нет я не отвечаю на вопрос Но я просто После заявления Мидеи Которое я передал Конечно Как дисциплинированный Корреспондент В Москву На ленту Что Мидей заявил И так далее Я вдруг увидел Видео с пилотами Вдруг увидел Что это совершенно не Как бы Была нормальная Дружелюбная беседа Два чиновника Мидеи Зашли Спросили их о здоровье Скали Хотят ли они ехать в Молдову Они сказали Нет не хотим Вот приехала семья Мы хотим здесь подлечиться Все Весь вопрос был закончен Никто их там не держал А то что мы хотим Их привезти в Молдову А они хотят? Их кто-то спрашивал? Нет так их спросили же Нам надо Их же спросили на видео Их спросили Они сказали Нет мы пока не хотим в Молдову Появляются вопросы Почему люди не хотят Почему люди хотят Лечиться в другой стране А не в нашей стране Я думаю Именно на эти вопросы Мы пытаемся ответить Поняла Мы поставили Извините Мы поставили этих пилотов В глупейшее положение И себя И самое главное Себя Потому что они должны Или плюнуть В адрес своей родины Или плюнуть в адрес Тех кто способствовал Их освобождению И их лечить Почему вообще не позволила Эта ситуация Потому что вот мы их ставим Такое Вы поедете в Молдову Очень просто Приехали и вернулись Была простая ситуация Приехали и сказали Ребята Здравствуйте Мы рады Что вас возобновили Мы тоже этому способствовали Потом разберемся Как ваше самочувствие Лечите здесь Скажите нам Когда вас забрать И перевезти в Кижиню Все вопросы Эта история Я некоторые детали знаю Она очень неоднозначна Очень неоднозначна Да И то что господин Премьер-министр Официально Публично подтвердил Что тут и большие деньги Были собраны Вот пока эти все моменты Вот вы говорите Про что-то Неоднозначно Но информации же нет А мы исходим Из того Что наши граждане Не вернулись еще На родину Со стороны премьер Подтверждает Что были собраны деньги А почему вы уверены Что их держат Может быть они действительно Хотели лечиться Есть моральная сторона Политики могли бы разобраться За этими проблемами Здесь в Кишиневе Но не ставить Но не ставить Этих несчастных людей Которые сказали Кстати нашей делегации Что за три с половиной года Нам несколько раз говорили Что проедут из Молдавии И проверить наше самочувствие Никто не приезжал За три с половиной года Понимаете Три с половиной года Сидеть в яме Мой коллега сидел У чеченца в яме Полтора года Хорошо Можно я поставлю вопрос ребром Вот эта ситуация с пилотами Она может больно ударить По правительству В связи с тем Что у нас скоро выборы Что у нас баллотируют Может больно ударить Вот так как она представляется На сегодняшний день Может А почему по правительству А по президенту Она не может ударить Потому что обвинение Господина Канду состояло в том Что это Господин Чуря Их держат по желанию президента Нет просто президент Не пишет заявления и жалобы В ООН В Совет Европы И все остальное Поэтому я сейчас спрашиваю Она может ударить По правительству Которые три года Вот не сделали Не освободили летчиков Может Я думаю что нет А с чего бы это То есть Правительство было Мы не знаем Но из того что говорят Правительство было задействовано В процессе освобождения Но не решила Вот мы не знаем Я думаю что Как не знаю Мы точно знаем Что это не правительство наше Вот это я знаю точно Я знаю что участвовали Господин Филипп И господин Канду Говорили о том Что правительство участвовало В этом процессе И помогло освобождению Я об этом знаю. То есть, господин Чайков в его интервью в коммерсанте, очевидно, говорит вещи. А кто такой господин Чайков? Говорят, что он вообще никто. Что это человек, который руководит неправительственной организацией. Непонятно, почему он решил эту ситуацию. Вы знаете, есть очень простой ответ на этот вопрос. Очень простой. Талибы отдали этих пленников тому, кто решил эту проблему. И не отдали тому, кто эту проблему не решил. Если бы они отдали тому, кто проблему рожал и решил, Они бы были в Кишиневе в объятиях господина Филиппа. Но наверняка наших политиков очень обидело то, что они были в тех руках или не в других руках. Люда, отвечаю на ваш вопрос. И поэтому их не отдают. О том, по кому ударит это, я не верю, что оно по кому-то ударит. Потому что, вы знаете, за 30 лет работы господина Амтаса я не видел такой циничной избирательной кампании. Мне кажется, наши политики обзавелись такой толстой шкурой, что их уже ничего не примет. Нет, но судя по тому, как люди нервничают, Валерия, секундочку, почему тогда они так нервничают? Почему, вот вы не ответили на этот вопрос, какую цель ставили, когда жаловались? Вот чего мы хотим сейчас добиться? Я не понимаю, например. Понимаете? То есть, ну нервничают люди. Откуда я знаю, почему они по всему миру? Там могут быть много объяснений. А мы не знаем. Вот здесь я согласна. И вот проблема в том, что мы не знаем. А вы не хотите ответить на этот вопрос, почему они себя так ведут? Потому что для вас ситуация удовлетворительная, а для нас ситуация неудовлетворительная. Она для меня неудовлетворительная. Я считаю, что это очень стыдно для страны. Я не сторонник теории заговоров и о том, что это некий план по наращиванию, так сказать, но работает это на социалистов, конечно. По наращиванию рейтинга социалистов, да? Я обычно всегда, когда мне рассказывали какие-то теории заговоров, я всегда потом выяснял, что это теория не заговоров, а теория глупости. Знаете, когда образовываются вокруг каких-то определенных людей какие-то круги, да, по которым они информацию не могут получать, принимают какие-то решения, а потом кто-то эти решения глупо исполняет. Это было, знаете, времена уже застойного Советского Союза, когда, знаете, вот смешно было, предбюро сидело, выпускало какие-то решения и думало, что их кто-то выполняет. То есть там получается зачастую и у нас в стране, к сожалению, понимаете, когда действительно правая рука не знает, что делает левая, чиновники очень многие посмеиваются, понимаете, ну в частных беседах, да. Мне хочется ответить им словами этого Балконского Андрея, да, помните, когда он отчитал офицеров за то, что они смеялись над маршалом Маком, да, или генералом Маком о том, что, говорит, союзники наши потерпели поражение, вы смеетесь, как холопы, которым нет дела до барского дела. А у наших многим политиков нет интереса и нет дела до государственных дел. И главное интересует, будет завтра власть у меня или у Василия, или у Петра. Вот это самое страшное. Господин Чакой, вот господин Чуря отвечает на наши вопросы, и он представляет альтернативную точку зрения и имеет право. Ну вот он, наверное, хотел бы Вас тоже, наверное, спросить, я не знаю, например, так, например, так, да, вот я сейчас помогу, господин Чурь, а вот если бы эта ситуация вся случилась вот не во время предвыборной кампании, как Вы полагаете, вот такие были бы страсти или нет? То есть он обвиняет как бы в предвыборных очках и президента и всех остальных. Что бы Вы могли ему ответить? Ну я думаю, что если бы освобождение этих бедных людей, которые три года провели в яме, произошло бы после выборов, я уверен, что таких больших волн не было. Так. А факт, что такая болезненная реакция со стороны правящего класса доказывает, что существует, либо какая-то боязнь, чтобы какие-то факты не всплыли наружу, либо правящая коалиция пытается этой агрессивной риторикой что-то спрятать. Поняла. У Вас будет реплика? Ну, во-первых, вопрос задали Вы. Я не говорил, кстати, о избирательной кампании совершенно ничего не сказал, и, по-моему, насколько я помню, никого не... На Ваш вопрос, а не на мой вопрос, потому что я ничего не говорил об избирательной кампании, я говорил о том, что нужно разобраться в этом случае, и, как мне кажется, президент... То есть, когда правительство обвиняет президента в том, что он пытается нажить свои очки, то есть Вы-то не разделяете? Не полностью президент не ответил на вопросы власти, в данном случае правительства и спикера, и нет удовлетворительных ответов на их запросы. Почему граждан не выдали до сих пор, и почему их там держат? Извините, а когда президент... Извините, когда президент созывает... И почему так мало доступа к ним? То есть, и эти обвинения, которые я говорил, они со стороны правительства были, понимаете? Президент обвинили, обвинили, поэтому я ему и задала этот вопрос. А Вы, как начинаете, говорите, нет. Совет безопасности, высший, в том, чтобы включительно обсуждать вопрос судьбы этих бедных пилотов. Почему никто не пришел на заседание высшего совета безопасности? Вы меня уже спрашивали. Вот Вам ответ. Соответственно, включая этот вопрос, по этому вопросу со стороны правящей коалиции не было никакого интереса обсуждать с главнокомандующим. Я знаю, что эти ситуации решаются неофициально в основном. То есть, эффективное решение этих вопросов, это не на этих собраниях, о которых Вы говорите. Там встречаются люди перед камерами и что-то говорят. Все решается за кулисом. Это высший совет безопасности. Там, поверьте, камер и микрофонов нет. Да, зато господин Усатый знал, что, заведомо знал, что во время избирательной кампании вот этих пилотов будут освобождать. Он что, имел доступ к каким-то собраниям? В виде, как разворачивается наша избирательная кампания, с прошлого года можно говорить, что у нас расцветет подсолнух, и все будет к избирательной кампании. Понимаете? Это безошибочное решение. Вот я Вам скажу, что в избирательной кампании будет высажен молдавский десант на Луну и так далее. И если это случится, это все поверят. Понимаете? Давайте не будем о этом говорить. Давайте ответим на очень простой, обыденный вопрос. Это шоу вокруг этих несчастных двух пилотов. Разгрыться в интересах этих пилотов или в интересах политики? Я не говорил о шоу. Я хочу сначала разобраться в этой ситуации. Понять, что происходит, а потом называть это шоу или шоу. Это постыдная история вокруг пилотов. Она проходит в интересах пилотов или в интересах людей, которые у нас занимаются политикой. Я Вам отвечу. Здесь есть и принципы государственности. Государство должно защищать своих граждан. Принципы государственности должны были быть на вызволение их из плена. А когда это сделали другие, для государства должно сделать уже немножко другое. Хотя бы поблагодарить тех, кто... Я еще не слышал от нашего правительства выражение благодарности о том, что мы хотим поблагодарить. Поэтому и не выражение благодарности. А вот вы, как гражданин Республики Молдова, вы довольны, что наши сограждане наконец-то свободны? Очень довольны. Вот. Но я хотел бы... Но он порядочный человек. Все-таки как... Мне понятно другие вопросы, которые я Вам задал. Понятно? Многим непонятно многие вопросы. Вы же понимаете. Мы говорим о ситуации, которые мы не до конца понимаем. Поэтому все мнения имеют право... Ну вот когда сразу после этого я читаю, что президент 4 месяца насильно удерживал этих людей только для того, чтобы их привезти в Кишинев. И это говорит не кто-нибудь. А президент в это время был в яме с ними и держал их за руки. Не знаю. Вот как. Вот понимаете, из-за него, из-за Дадона люди 4 месяца просидели в плену. Я начинаю задавать вопросы уже очень прямые, господин Чуря. Я хочу, чтобы мы сейчас поговорили, как Вы видите ситуацию с послом Республики Молдова в Российской Федерации. Потому что МИД обратился на сегодняшний день к правительству с просьбой, чтобы посла отозвать. И когда поднялась вот эта вся у нас волна информационная, они пояснили, что дело в принципе не в пилотах. А дело в том, что вот он себя неправильно повел, потому что Приднестровье открыло в России то, что они назвали официальным представительством. У меня к Вам короткий вопрос. Верите ли Вы, что так все и обстоит? И как Вы думаете, все-таки правительство пойдет до конца? Либо возможно, что эта ситуация как-то еще будет рассматриваться? Вот может быть как-то выход найдут? Вы знаете, я давно перестал верить новостным лентам определенных каналов в Республике Молдова. Не верю. И чем больше влез, тем больше я не верю ничему того, что я слышу по телевизору. Либо по радио, либо читаю в газетах, либо в интернете. В том, что касается Республики Молдова. У меня довольно-таки хорошо развился интеллектуальный иммунитет к фейковым новостям. И поэтому в нашем медийном пространстве нужно быть очень осторожным к тому, что читаешь. И как это воспринимаешь. Это Вы в отношении чего сейчас? Это я говорю в отношении того, что Медея как бы запросила правительство отозвать господина Негуце из Москвы. До тех пор, пока я не увижу отпечатанное в монитору фичал решение правительства об отзыве, я этому не буду верить. Вот когда я документ увижу, решение правительства по отзыву, вот тогда мы будем дальше обсуждать, как действовать в этом положении. Интересно, знаете, когда если даже это фейк, вот Вы как Вы говорите, то есть я не увижу, вот сейчас Вы прокомментируете. Тут все-таки все равно, значит, кому-то было нужно, если он появился. И это тоже интересно. Некоторые и мои коллеги, и некоторые представители структур правительства, они очень большие мастера, и в некоторых, в особенности в одной политической партии, они очень большие мастера, выворачивать с ног на голову любой факт. А знаете что, вот у нас просто какая-то невезучая эта должность посла Республики Молдова в Российской Федерации. Не только в Российской Федерации. Прошлого посла вообще без формулировки как-то так вот его сняли. Поэтому люди верили, понимаете, значит, правительство проголосовало. Люди верили в то, что как-то вот этот посол, даже поэтому уже каждая новость в отношении посла, она уже, знаете, как-то все верят, все думают. Знаете, Людмила, вот есть такой момент, когда наше правительство высылало трех, в отличие от даже наших соседей румын, что вызвало шутку Милишкану, изощренного дипломата и умницы, высылало трех российских дипломатов. Она думала о том, что в нашем посольстве Молдавии в России, очень важной стране, работает там всего лишь 8 или 7 человек. Да сейчас меньше, по-моему. И после этого, я не знаю, там, каково уборщицу заставлять выполнять обязанности второго секретаря или третьего секретаря и так далее. Да, понимаете, об этом думали? Ну, конечно, не думали, да, мы выслали. Заработали за это что? Похвалу, открытую похвалу. Я не знаю, что заработали. Заработали открытую похвалу американского посольства, который поблагодарили публично за такой шаг героический и так далее, и так далее. Над чем смеялись все дипломаты тоже, потому что у дипломатов тоже есть разных стран, какая-то своя солидарность, знаете. Ну, нельзя приветствовать горе другого, потому что, вы знаете, или неприятности другого. А для них это горе, потому что когда ты со всей семьей, извините, снимаешься с места жительства, это как бы... Нет, ну бог, понимаете, что бы то ни было, но это не ударило по российскому посольству. У них большая скамейка запасных посольствий. А у нас эта скамейка очень короткая. И именно в Российской Федерации, понимаете. Я могу только подозревать, зачем это было сделано. Но сделано было неразумно. Нет, но возвращаясь к судьбе господина Негуцева, я не думаю, что менять послов в канун выборов — это умное решение. Это сделано на эмоциях, если это действительно соответствует действительности, если действительно запрос из медиа и правительства. То есть это совсем не результат какого-то логического мышления. Господин Чуря, смотрите, россияне пока, кстати, своего посла для консультации не вызывают, то есть зеркально не отвечают. Да, они так как-то спокойно реагируют на это все. Может быть, действительно прав господин Чуря, и все не так? Ну, скорее, я бы сказал, что мы зеркально ответили. Ну, зеркально, не зеркально, но ответили на вот те действия недружелюбные по отношению к нашему государству, связанные с пилотами, как это квалифицируется и МИДом, и господином Камду, и при правительстве. Нет, просто если одного посла отзывают, то есть такая традиция. Нет, это зеркальность. В данном случае нету зеркальности. То есть мы отозвали на время посла. Кстати, нету окончательного решения. Для консультации мы говорим. Для консультации мы отозвали. И это является определенным жестом недовольства, которое наше правительство выразило по отношению, скорее всего, к сложившейся ситуации. Несмотря на то, что официальная формулировка звучит иначе. Вот мы ответили все в рамках приличия. То есть мы, потому что был вопрос, хорошо, они поступили с нами так, как они поступили, а мы как поступим? Мы вот отозвали посла. То есть выстрелить себе самому в ногу, это называется. Почему? Это же посол господина Додона. А в претензии есть и господину Додона. Вот и отозвали посла господина Додона домой. И делать при этом. Есть счастливое выражение лица. Есть большая разница между государственным человеком и политиком. Почему? Потому что государственный человек, принимая решения, думает, что есть его интересы к государству. У нас есть очень важные проблемы, более важные для нас в отношениях с Россией, чем для России. Это гастробайтеры, половина и полмиллиона, которые работают. Это наш экспорт туда. Это те же гастробайтеры, которые позволяют нашей экономике, загубленные нашими политиками, удерживаться на плаву. Те 2 миллиарда, которые они ежегодно посылают. И не думать об их интересах, в каких-то интересах своих. Я спросил как-то одного функционера Демократической партии, с которыми тоже общаюсь. Я спросил, скажи, пожалуйста, а что у вас действительно зациклилось на этой России? Что случилось? Он говорит, ты понимаешь, обидели нескольких наших людей, задержались с ними, проводили беседы и так далее. Я говорю, ну разве это можно экстраполировать на межгосударственные отношения? Личные обиды на межгосударственные отношения. То есть в этом причина, судя по тому, как вы в этом причина. Я думаю, что это тоже причина. А что нет российских войск на нашей территории? То есть все вот эти сейчас причины, которые мы сейчас говорим, секунду, господин Демидетский, это все не так важно. Вот она причина. Я бы вам сказал, что нет российских войск на нашей территории. Я хочу, если можно, пусть господин Чурья спрогнозирует, если он будет готов, конечно. Вот все-таки, как вы полагаете, дойдут до того, что отзовут посла или нет? Ситуация, с моей точки зрения, затянется до послевыборной ситуации. И там уже будут решать, исходя из того, как будут вестись переговорные процессы, я не могу сделать. Не готов сделать прогноз, потому что многое зависит от пассианса, который сложится после выбора. Не готовы делать прогнозы? Вы, может быть, готовы? Я сегодня повторяю ваши фразы, и все равно не то. Я здесь поддерживаю Корнелло, действительно, все зависит от пассианса, а мы еще не такое можем увидеть, если вдруг выяснить. У меня только интересен один вопрос. Если действительно рейтинг Демократической партии, партии власти и тех, кто сегодня представляет власть, настолько велик, что, как говорят об этом соответствующие телеканалы, о которых господин Гордиевич Гой, я не понимаю их тревоги, зачем нужно столько шоу, да, для того, чтобы это сказать, ну, сидели бы спокойно, нормально, власть в кармане, чего, как говорят многие из них. Чего так волнуется? Зачем это все устраивать? И насчет сапога российского. Да, там действительно есть тысяча с чем-то солдат, которые, ну, большая часть которых не являются россиянами, так как-то не производится ротация, никто их сюда не пропускает. Нужно разделять. Есть миротворцы, да. Да, абсолютно точно. Я говорю, что из этих полторы тысячи, пятьсот, это те миротворцы, которые стоят на постах, пятьсот, которые готовятся занять посты, и где-то двести-триста, это те, кто управляет и охраняет склоны в колбасне. Больше там нет, они без тяжелого вооружения и так далее. Но я здесь скажу одну вещь, которую не любят наши политики говорить. Не дай бог, кому-то придет решение о том, чтобы эти войска... Это будет день траура для молдавских политиков. Знаете почему? Потому что если, свернув знамя, сядут на самолет и улетят отсюда, да, понимаете, ищет... Миротворцы не могут эти колбасну там... Нет, секундочку. Нет, не можем. На грошение по ним такое принять. Секунду, ну подождите, да. Я говорю, что если случится такое, что вдруг кому-то придется в Москве, скажет, плюнуть на зло, скажет, а ну выведите оттуда их, и все. Уедут несколько офицеров, знамение полка, и юридически этой армии не будет. Знаете, к чему это приведет? Многие политики на левом и на правом берегу потеряют источник существования. Потому что и сегодня и на левом берегу, и на правом берегу очень много политиков жирует на том, что есть это противостояние. Понимаете, получают и там и деньги, и дивиденды, и гранты, и так далее. Первым повесятся наши неправительственные организации, которые громче всех кричат об этом. А то, что касается миротворца по Калбасне, извините, Калбасна не находится в зоне безопасности. А миротворца ограничена строго зоной безопасности. Зоной, которая до рыбницы. Поэтому вывод российских войск должен состояться. Конечно, безусловно. Но это вопросы определенных переговоров. Как они уйдут, и что станет с Калбасной. Мы кричим об этом каждый день. Правильно. Не ведя никаких переговоров. В этом контексте у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, когда были последние консультации между Молдавским министерством обороны и Российским министерством обороны? Я хочу спросить, я не могу сказать. Сокращая до минимума до трех человек посольства Молдовы в России, мы думаем о том, что надо вести переговоры о выводе тех войск? На самом деле, я в защиту господина Чуря могу сказать, что он на самом деле может не знать какие-то вещи, сколько министерств. Я сейчас говорил Чуря, я его люблю, он порядочный человек. Мы в данном случае не как порядочные люди, мы защищаем определенные позиции. Вы знаете, вот те люди, которые по ту сторону экрана, они видят очень хорошо. Это наши политики думают, что они не видят порядочность. Нет, но есть официальная консультация государства, выводы российских войск. Я искажу из нее. А из чего вы исходите вы, я не могу понять. Я думаю, что еще и в России мечтают, чтобы они этого ушли, потому что чемодан без ручки тоже изрядно надоел. Понимаете? И мы великолепно знаем. Господин Чуко. Я очень правильно сказал, что есть присутствие российских войск на территории Слуг. В этом случае нормально думающие власти, они входят в переговоры с той страной, войска которой находятся на нашей территории. Мы с ними переговариваемся уже не помню сколько лет. Нет, мы последние пять лет полностью прекратили любое обращение. У нас есть зона безопасности и формат, который обеспечивает. Этот вопрос не решается зоной безопасности. Этот вопрос решается между политиками и между министерствами. Поэтому раз у нас российские войска на территории Молдавии, а не американские, не немецкие, либо там британские, соответственно мы обязаны говорить с российскими властями. Тем более в документах договора Примакова-Лучинского очень четко прописано, что вывод войск является результатом двухсторонних договоренностей. Да, потом написали, что синхронно должны решать. Точка. Соответственно запустили это в документах, будьте любезны и вспомните. Наше время, к сожалению, вышло, хотя я понимаю, что мы могли бы с вами еще час обсуждать. Я не защищаю позиции России, я защищаю нашу позицию. Можно еще где-то меня обвинить в чем-то. Знаете, мне кажется, что лучше всего на все эти вопросы ответил президент, когда он встречался с господином Лавровым. Он сказал министру иностранных дел Российской Федерации, что все вот эти вот наши страсти, все, что сейчас происходит, нужно воспринимать как факты избирательной кампании. Вот он так прямо попросил вот к этому относиться, вот как именно непосредственно есть шанс, значит, что все закончится после выборов. Администрация президента и президент тоже не участвуют в избирательной кампании. Я тем более. Судя по всему, тут только я, наверное, одна уже участвую, потому что провожу дебаты. За что мы ругали, Джаник обругали ее. Приходите, кстати, к нам на дебаты, у нас будет интересно. Интересно. Большое спасибо за то, что вы пришли, за то, что принимали участие. Разговор получился такой яркий. Господин Чукой, у вас с премьерой. Приходите к нам. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова